Я считаю некорректным исключать из модели мультиклинеарные предикторы или же делить модель на две части, в каждой из которых будет коррелирующий предиктор. Я считаю, что нужна здесь совместная интерпретация. То есть мы должны построить вспомогательную регрессию, чтобы понимать, при изменении одного из предикторов, как изменится второй, который с ним коллинеарен. Я построил вспомогательную регрессию. Решил взять в качестве предикторов вспомогательной регрессии возможность принимать стратегические решения. Вижу, что коэффициент 0,57, то есть при изменении на единицу предиктора про стратегические решения на 0,57 изменится значение, возможность самому контролировать свое рабочее время. Включаем эти расчеты в нашу основную регрессионную модель. Итак, мы предполагаем, что вот этот предиктор изменился от 0 до 1, то есть на единицу увеличился. Значит, этот увеличился на 0,57. Вот уравнение, в нем констант участвуют эти два предиктора, и домножение на регрессионный коэффициент из вспомогательной модели. Получаем значение, результирующего b, минус 0,88. Довольно не сильно отличается оно от значения константы. Это неудивительно, поскольку регрессионные коэффициенты у этих двух предикторов, они очень маленькие, еще и с разными знаками. Тогда получается, что после потенцирования у нас значение 0,41, мы можем сказать, что если респондент обладает, или даже не респондент, а генерализирует, европеец обладает всеми характеристиками о контрольной группе, но при этом на одну категорию чаще или в большей степени на одну категорию ему свойственно принимать стратегические решения, 0 это вообще не принимает. Соответственно, если у нас единичка, значит, очень-очень редко принимает, то ему также очень редко свойственно организовывать свое рабочее время, распоряжаться им. И баланс между P0 и P1 сдвинут существенно в пользу P0. То есть не учащийся.